Огромное количество интерактивных площадок, выступлений диджея, множество игровых зон и мастер-классов для детей, развлекательное шоу клоуна Алекса, широкая концертная программа и дегустация яблок. Вот неполный список того, что можно было увидеть в Расторгуевском парке. Подготовка к яблочному спасу шла две недели, работа кипела ежедневно. В парке уже неоднократно проходили подобные мероприятия, поэтому никаких технических и организационных проблем не возникло. У нас очень хорошие площадки, очень хорошие малоархитектурные формы. Здесь комфортно и удобно, поэтому добро пожаловать к нам в парке с праздником с яблочным спасом. Преображение Господне – один из любимейших праздников православных христиан. В народе его называют яблочным спасом и отмечают 19 августа. Название связано с тем, что к преображению люди собирали урожай яблок и несли в церковь святить. К празднику преображения именно было приурочено сбор урожая яблок. И, соответственно, в этот день, в этот праздник, а для православной церкви – это один из 12 самых главных праздников, начатки, то есть первые плоды этого урожая приносили в храм для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Господь дал вот этот новый урожай и одновременно осветить. И после чего уже все с радостью и благодарением вкушали эти плоды. Помимо сбора урожая, к празднику приурочили долгожданное открытие бювета с видновской артезианской водой. Глубина скважины, откуда добывается вода, около 200 метров. Провели открытие бювета, водозаборный узел рядом с пожарной частью в городе Видное. Вода артезианская из-за подземного источника, очищенная. То есть в бювете происходит очистка воды. Пришел посмотреть на дары видновской земли и поделиться своим опытом садовод глава района Олег Хромов. Я садовод-любитель, вот стою рядом с селекцией нашего научного института садоводства и вижу, какое количество сортов яблок вообще бывает. У меня в саду произрастает 8 сортов яблок, и в этом году только 4 дают плоды. Также глава муниципалитета принял участие в приготовлении яблочного варенья. Вот, кстати, и первый вопрос, который я хотел бы задать. Как кто-нибудь из вас когда-нибудь варил варенье? Да, не единожды. Олег Владимирович, поподробнее об этом. Ну, больше всего я варил варенье из клубники, из малины, из сливы, алычи. То, что росло у бабушки. Много необычного было на празднике. Например, можно было совершить небольшой ритуал – загадать желание и оставить маленькое яблочко возле огромного красного яблока. Или приобрести оригинальный съедобный букет, который можно подарить кому-нибудь из родных на день рождения, в юбилей или использовать как букет невесты. Мы же почему-то тяжелые. Тяжелые? Не знаю, двумя копия. Вот, подержу двумя руками. О, как. Да здесь целый этот, огород. Можно приготовить сразу обед какой-нибудь из сухого. Мы делаем вкусный букет и занимаемся фруктово-овочной флористикой. И в честь яблочного спаса мы решили собрать букет из красных яблок. И также у нас есть прекрасная фотозона, тоже в яблочном стиле. Все воспринимают яблочный спас по-своему, но для каждого это светлый и радостный праздник, который дарит людям улыбки, атмосферу лета и тепла. Яблочный спас – это традиционный русский праздник, на котором собираются люди, делятся вкусными явствами. Это лето, это яблоки. И очень знаменательно, что этот праздник проходит именно в Расторгуевском парке. Как раньше, в давние времена, когда здесь устраивались музыкальные вечера, танцевальные. Потом это время прошло, и потихонечку стало тише, тише, тише. Но сегодня я смотрю, и у меня сердце радуется, как здесь хорошо и весело, и здорово. И пусть этот год не особо богат на урожай яблок, праздник запомнится всем его участникам. Алексей Митронин, Владимир Андрянов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok